Ты хочешь быть верным, но откуда приходит влюблённость до безумия в другого человека? Ведь я этого не хотел? Хороший вопрос. Понимаете, мы хотим быть любимыми и любить. Это сидит очень глубоко в сердце. Если человек не занимается серьёзно духовной практикой, если он не настроен на духовное в своём сердце, очень серьёзно не настроен, то тогда в этом случае у него не будет этой любви в отношениях со святостью. А когда любви не хватает, человек без любви начинает чувствовать недостаток. Недостаток этого чувства вызывает желание смотреть на других, мужчин, женщин, женщин на мужчин, мужчин на женщин. Понимаете, то есть это происходит от недостатка, от того, что мы недостаточно занимаемся духовной практикой. И всё, в этом только причина. Этот недостаток вызывает желание влюбиться хотя бы в кого-то. Потому что в семейной жизни мы как живём? У нас... Мы же пользуемся друг другом. Мы влюбились сначала, нам было хорошо, мы наслаждались друг другом. Потом что произошло? Постепенно начали копиться какие-то оскорбления в отношениях. Какие-то... Мы начали оскорбления. Когда ты совершаешь оскорбление на близкого человека, то ты начинаешь видеть сильно его недостатки, и всё хорошее в нём забываешь. А через недостатки нет любви. Через недостатки страдания приходят. Любви нет, приходят страдания. И так постепенно накапливаются вот эти вот ошибки в отношениях, и люди начинают видеть только плохое друг в друге уже. Влюблённость заканчивается на этом. Начинается страдание. И так как люди не привыкли очищать отношения, вот мы чистим зубы, допустим, по утрам. Потому что воняет изо рта, да? Но сердце же тоже воняет. Оно воняет плохими мыслями о близких людях, обидами. И его тоже надо чистить с помощью молитвы. Надо чистить сердце точно так же, как мы чистим зубы. Мы просто... у нас нет культуры, мы не знаем, что это надо делать. У нас мы просто не понимаем всё. В результате этого непонимания, так как отношения копятся плохие в семье, заканчивается вот это светлое чувство по отношению друг к другу, которое нас и соединило. В результате того, что она заканчивается, у человека появляется нехватка в отношениях, в любви. И в результате этой нехватки, она копится, 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 и наступает момент, что ты влюбляешься в кого-то другого. И это неизбежно. Если человек живёт не в благости, то есть не работает над собой, для него это неизбежно, что он приходит вот к этой идее, что ему придётся... придётся влюбиться в кого-то. Неизбежно. Потому что жить без любви не могут люди. Час без любви, без любви пропащий час Нам хорошо, хорошо, когда мы любим И даже если не любят нас У меня сейчас лечится одна женщина, она занимается голосом. Она говорит, Олег Геннадьевич, вот у вас нет ни голоса, ни слуха. Нормально. Ну вы пойте дальше, потому что вы от сердца... Нормально. У меня тоже учительница по пению говорит, ты старайся нигде не петь. Любил петь в школе, я как начинаю петь, она говорит, слушай, давай заканчивай этот цель. Но я её не послушал. Ну что делать? Такова жизнь. Примите, пожалуйста, горячие приветы. Благодарность и поклоны. И так далее. А, это не записка, это просто из Сургута мне прислали привет. Помните, в мультфильме, да? У тебя привет. Что делать, если я нравлюсь мужчине? Но я не хочу с ним близких отношений. Он ищет со мной встреч, а я отказываюсь, он обижается. Я переживаю от этого, что обижаю человека. Вы его не обижаете. Просто очень строго скажите ему, тебе не надоело. Когда человек сильно привязан, то его отрезвляет только очень сильное чувство какое-то противоположное. Очень сильная строгость, решительность девушки. Если девушка ему говорит, я не хотела бы с тобой встречаться, он как это слышит? Не сегодня. В следующий раз надо встречаться. Или он думает, что просто она стесняется. На самом деле она хотела бы. И почему это так работает, я вам объясню. На тонком плане происходит следующее. Когда человек с любовью смотрит на кого-то, допустим, на девушку, то на ее лице отражается это чувство. Она хочет этого или нет, то на ее лице это отражается. Меняется взгляд у нее. И ему кажется, что она его тоже любит. А это просто внешняя реакция. И так люди обманывают сами себя. «Смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражение». Понимаете? То есть человек смотрит и видит отражение своего чувства просто. И все. И он в результате ошибается. У него появляется ошибочное представление, что его тоже человек любит. Просто надо быть настойчивее. И в этом случае девушка должна посмотреть на него гневно и сказать «Пшел вон». Ну, не так, конечно. Самый лучший способ, знаете, если уж совсем не получается. Надо попросить какого-то молодого человека покрепче, посильнее такого. Сказать этому молодому человеку, что я как бы собираюсь взять ее замуж, пожалуйста, не трогай ее. Это сразу отрезляет. Как, допустим, одна женщина меня спросила, я хочу закончить отношения с любовником. У него жена есть, и она хорошая женщина. Мне так стыдно. Как закончить отношения, Олег Геннадьевич? Он не верит, что я хочу закончить отношения. Он приходит ко мне, требует отношений, звонит по часу в звонок. Ну, то есть он требует отношений. Не могу с ним закончить отношения. Как закончить? Я ей сказал очень простой способ. Какой, знаете? Да, пойти к жене и сказать «Мой муж, твой муж ко мне пристает. Разберись с ним, пожалуйста». И все, и можете быть спокойны. Он больше никогда не придет. Его любовь на этом закончится. Она его придужит просто. Почему опасный? Мне надо сказать и текать сразу. Можно по телефону сказать. Она же по телефону тебе ничего не сделает. Ну, вам не подходит этот совет. Раз вы так говорите, опасный, значит, не подходит. Значит, у вас может быть другой вариант какой-то. Что такое счастье? Три вида счастья. Как стать счастливым? Как достичь истинной радости? А, то есть это... А, мне написали. Расписание лекций. Расписали мне все материалы. Ага, спасибо. От руки расписали мне все это лекции. Чтоб я подглядывал туда. У нас уже лекция должна начаться. Пока вы еще не устали, Владимир Георгиевич подошел ко мне сегодня перед лекцией и попросил меня об одной важной вещи. Я узнал сегодня, что в Питере общее дело, организация добилась, что вот Углову, который вот этот вот проект борьбы с пьянством в России начал еще в советские времена, ему сейчас хотят построить памятник возле медицинского института, да? Сквер назвали именем Угловой и памятник ему строят. И вот вы можете поучаствовать в этом, потому что нужны пожертвования. Нужны пожертвования на памятник. И Владимир Георгиевич сейчас здесь, где можно дать пожертвования? По окончании лекции. Вот Владимир Георгиевич, вы его видели на сцене вчера. Подойдите к нему и свою помощь окажите. Кто из вас хочет пожертвовать на памятник Углов? Вот человек 15 уже подняло руку. Я думаю, что найдутся люди добрые в Новосибирске. Ладно, спасибо вам за то, что вы пришли сюда на лекцию. Я вам очень благодарен всем за ваши теплые глаза и лица. Улыбки. Продолжаем нашу тему. Буддийская мудрость. Наша жизнь — следствие наших мыслей. Она рождается в нашем сердце. Наша жизнь — следствие наших мыслей. Она рождается в нашем сердце. Она является продолжением наших мыслей. Удивительно знать об этом. На санскрите тонкое тело человека также называется телом желаний. Телом желаний. То есть, другими словами, психика человека, она меняется, ее структура меняется в результате наших желаний. По факту мы это можем даже видеть. Допустим, часто жена говорит своему мужу, ты посмотри на себя, как ты живешь. Ты уже на свинью стал похож. Вот эта вот похожесть на свинью — это не аллегория. Это действительно тонкое тело начинает меняться, оно меняет другое тело. Единственное, что человек не хрюкает еще, но внешне он уже становится похожим очень. Вот поэтому мы часто обзываемся друг на друга, ну ты вообще как баран. Баран означает, туго соображает. Ну, то есть, трудно понять, что происходит. Или козел, говорят на человека, козел. Козел означает, что он очень упрямый, то есть, он такой бодается все время со всеми. Ну, ты как козел, ты как свинья. Означает, очень расслабленный, много ест, наглый человек, то есть, ведет себя нагло. Видите? То есть, все эти афоризмы, они не являются случайностью, потому что в зависимости от нашего поведения мы становимся на что-то похожи. Но когда человек работает над собой, на кого он становится похожим? На человека он становится похожим. На человека, мои хорошие. Потому что человеческая форма жизни это редкий дар. Мы должны научиться быть похожими на человека. Когда человек немножко выпивает, он уже на человека не похож. хотя бы чуть-чуть. Уже не человек. Понимаете? Надо быть похожим на человека. Человек это звучит гордо, да? Сказал Горький, по-моему, да? Человек это звучит гордо. Ну, то есть, гордо означает трезво. Не означает пьяно. И так далее. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что надо настраиваться правильно в своей жизни. Наши мысли, они меняют нашу судьбу. Они меняют структуру тонкого тела, его строение. От этого меняется грубое тело. Идут конкретные изменения. И мысли рождаются в сердце. То есть, сердце имеется в виду, не мышечный этот мешочек, который вот так, 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 постоянно. Есть такое понятие, как хридая, или тонкое сердце. Сердце на тонком плане. Да? Сердце означает в данном случае это энергия души. То есть, душа находится в области сердца. И она, душа именно, она является основой для настроя человека. На что я настроен? Вот что такое настрой? Я все смогу, я клятвы не нарушу. Своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, и я не струшу. Товарищ, время. Понимаете? То есть, это настрой человека. Вот. Есть разные настрои, но все это принадлежит сердцу. Светки Соколовой, день рождения, ей сегодня 30 лет. Я пису подарок, поздравления, и красивый розовый букет. Это тоже настрой сердца. То есть, видите, у сердца бывают разные настрои. Видите, один настрой такой очень глубокий, самопожертвование. Другой просто настрой на наслаждение. Так или иначе, как бы есть разные настрои. И это все является силой, которая создает нашу судьбу. Например, если у вас появился настрой, в результате поступка какого-то человека, в вашем сердце появилась злоба, то это значит, что судьба будет быстро портиться. Она будет прокисать. Злоба делает судьбу несчастной, больной, потому что она отражается сразу на всех родственников. Если ты озлоблен всем родственникам, с тобой тяжело жить. Ты приносишь страдания всем вокруг. Если в твоем сердце печаль, появилась скорбь, депрессия, это тоже эгоизм. Потому что честный человек, он даже в трудностях старается быть сильным. Как еще раз напоминаю песню Марка Бернеса, как он пел, что как бы мы с тобой живем в трудное время и когда нам совсем тяжело и расставание близко, но я все равно улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Ну то есть идея в чем заключается, что настоящее, это когда человек хочет дарить любовь. Понимаете, он не подавлен жизнью, а он хочет дарить любовь в любом случае. Это означает, что его сердце трудится над собой. Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь. Понимаете, то есть нужен труд души, труд души. Этот труд души, он воскресит жизнь, сделает ее лучше. То есть об этом буддийская мудрость. Наша жизнь вследствие наших мыслей. Она рождается в сердце. Если человек говорит, действует со злой мыслью, страдание неотступно следует за ним, как колесо запятой вала, влекущего повозку. Понимаете, потому что иногда повозка так ведет себя, когда вол поворачивает, колесо может его немножко подмять, заднюю ногу. И это вызывает боль всегда и страдание. И ничего с этим колесом не сделаешь, потому что оно всегда за тобой следует. Ты не можешь его никуда деть от себя. Так человек, который, допустим, женщину бросили, она осталась одна с двумя детьми. Она не работает. И ей очень плохо, ей очень тяжело. Ей надо работать, как-то заботиться о детях. И она, хоть и в сердце своем сильная, она начала ненавидеть своего мужа за его поступок. Какой результат? Она замуж выйдет, нет? Нет, скорее всего, нет. Кому нужна женщина, которая ненавидит? Вот кому она нужна? Кому она счастье принесет? Поэтому для того, чтобы ей победить свою судьбу, сначала надо мужа простить своего. То есть обратиться с всей силой своей к высшей истине, к Богу, к святости обратиться, чтобы накопить в себе вот эту чистоту и с помощью этой чистоты победить свою одинокую судьбу. Победить означает простить всех, успокоиться в своем сердце, начать жить заново. И сразу, как жизнь придет в сердце, женщины, так и забота и защита. Сразу придет какой-то человек, который будет о ней заботиться. Бог даст. Но пока она ненавидит, она не сможет никак себе помочь. Наша жизнь следствие наших мыслей. Она рождается в нашем сердце. Она творится нашей мыслью. Смотрите, до этого фраза была, она исходит из наших мыслей. Теперь говорится, она творится нашей мысли. Почему поменялась? Но если человек говорит и действует с доброй мыслью, радость следует за ним, как тень, никогда не покидая. Понимаете, когда человек действует со злой мыслью, то злая мысль просто исходит из сердца. Что такое злоба? Это просто то, что мы не хотим с этим ничего делать. Злоба — это то, что в нас появилось в результате жизни. Люди бандитами становятся из-за жизни. Понимаете, если у них жизнь нормальная, то никто не будет убивать. Зачем убивать, если все хорошо? Злоба, она рождается из-за жизни. Когда жизнь тяжелая, в жизни все очень сурово, тогда люди костенеют сердцем, если они над сердцем, над своим не работают. Поэтому, когда человек работает над своим сердцем, какая бы жизнь у него ни была, тяжелая, то все равно она будет хорошей, доброй, радостной. Понимаете, потому что здесь говорится творит наши, творится нашей мыслью. То есть, не исходит, а творится. Это значит, что чтобы радость сердца была, нужно трудиться над своей жизнью, трудиться. Понимаете, то есть, этого недостаточно ждать просто, когда радость придет, нужно трудиться над своей жизнью, трудиться. Это, труд, это внутренний труд, это молитва. Вот сейчас тоже буду говорить, хоть не про близких людей, но вообще про людей буду говорить, какие-то тяжелые вещи. Пожалуйста, не осуждайте меня за это, потому что я людей вот этих вот самих, о которых сейчас буду говорить, я ничего плохого не хочу про них сказать. Я говорю про ситуацию. Я вспомнил парк Горького, я решил туда посетить, посмотреть, что за место в Москве. И там я увидел интересные вещи, такие происходят, радость в сердце рождается, как у людей. Я увидел, что есть такие аттракционы, когда там такая лодочка, она сначала качаться начинает, потом она начинает крутиться вот так вот, потом останавливается и вот так падает, и потом крутится опять, поднимается вверх, там крутится и так далее. Вот такая веселая лодочка. Люди на нее садятся, перевязываются ремнями, чтобы не вылететь из этой лодочки и поехали кататься. Сначала все улыбаются, смеются и потом начинаются вопли. Так как я под лодочкой стоял, смотрел вот так вот, она когда сверху была, на меня смотрели, люди вот так снизу орали. Вот. Я не против этих людей, как бы нормально к ним отношусь. Но я вам сейчас одну вещь хочу сказать. Я потом, когда люди вышли из лодочки, я подошел к одной девушке и спросил, вам понравилось, которая орала больше всего? И она сказала, да. С улыбкой на лице. Я не против этой девушки. Просто есть разные виды радости, понимаете? Вот ту радость, которую она сотворила как бы в себе на этой лодочке, когда покаталась, это не та радость, которую нужно культивировать в своей жизни. Она не помогает, вот такая радость. Понимаете? Это просто, ну, есть такой метод активизации сердца, когда сердце встало. Последний способ, когда искусственное дыхание не помогает, это кардиостимуляция, когда высокочастотным током бьют по сердцу просто. Вот так вот. И оно дык-дык-дык-дык-дык начинает работать. Понимаете? Вот этот вот метод шоковый, кардиостимуляции, если вы живы, здоровы, зачем вам его использовать в жизни? Зачем вам нужны эти лодочки такие? Для того, чтобы геморрой вылез неожиданно там, когда лодочка перевернулась. Потом его назад не засунете. Там же напряжение психики происходит. Может вылезти геморрой, как минимум. Итак, труд над своим сердцем это другое. Это мысли о чистоте, о святости, о возвышенном. Это дает точно такую же радость в тысячу раз сильнее даже. Но эта радость рождается не сразу. Сначала нужна вот эта работа над собой. На лодочку сил сама по себе радость рождается, когда с лодочки слез. Потому что всегда все произнается в сравнении. С лодочки слез, сразу счастье такое жив остался. с лодочки. Интересные вещи тут говорятся. часто люди думают, что зло, злоба, зло в жизни. Зло означает что-то, что ко мне не относится. Но вот из этой фразы я конкретно понял, что это как относится ко мне, что злоба, зло, ненависть, злоба, она живет во мне, лично во мне, внутри. Смотрите, он обидел меня, он восторжествовал надо мною, пересилил, то есть, меня. Он поработил меня, он оскорбил меня. В сердце, встревоженным такими мыслями, никогда не угостит ненависть. То есть, что такое злоба? Это то, что возникает в результате влияния судьбы. Первая стадия. Обидел меня. Обида. Это зло, оказывается. Злой человек это какое? Обиженный человек это злой человек. Недоброе злой. Вот, допустим, я прочитал записку, которая говорилась, вот вы, Олег Геннадьевич, привелась цитата из Священных Писаний, не стал ее читать, и говорит, Олег Геннадьевич, вы про своих родственников плохо сказали, это нехорошо. Сразу первая реакция, какая у меня в сердце? обида, потому что я дедушку не бил, я дедушку любил. Понимаете, а мне говорят, что я рыжий-рыжий конопатый, убил дедушку лопатой. Я дедушку не бил, я дедушку любил. Я от своих родственников люблю. Но в записке в этой было показано, что их не люблю, что я такие слова про них сказал плохие. Первая реакция какая? обида. Дальше что надо делать? Принять. Простить сразу невозможно. Принять надо. Надо сказать себе, а почему бы и нет? Если ты хочешь работать над собой, ты хочешь работать над собой, так работай. Вот тебе Бог дал вас ты вчера целую лекцию об этом говорил. Работай вот, пожалуйста, у тебя есть возможность. Работа над собой это же не то, что там в нектаре купаться. Это означает как раз вот эти ситуации. Тебе кто-то что-то сказал и дал возможность поработать над собой. Сердце напряглось. Оно такое меня такого хорошего на сцене обидели. Я уже почти что на небесах. Вот. Вот, пожалуйста, работай над собой. Нет проблем. Начни сначала прими это все. Ты скажи себе сначала может быть действительно это правда, что неправильно поступил. Потом дальше следующий этап какой. Дальше нужна молитва отношения со старшими духовно. И в этой молитве сердце очищается и в этом очищении ты понимаешь человека, который это зачем-то написал. То есть я вот чувствую боль этого человека, который очень сильно превозносит, любит своих родственников. Я сейчас чувствую этот человек. вот и мое сердце, которое как оказалось недостаточно глубоко с родственниками отношений с тобой. Не так глубоко как у этого человека. Видите, то есть работа над собой это не сахар. И тот человек, который этот не сахар в жизни своей не принимает, он всегда прав, чтобы он не сказал, что не сделал, всегда прав, это есть зло. Ну что такое зло? Когда ты не принимаешь удар судьбы, вот эту волю судьбы. Судьба тебе что-то сказала? Переваривай, принимай, глотай, пережевывай в своем сердце, молись, делай что-то, чтобы переварить. Это называется добро, доброта человека. И такой человек будет счастлив в жизни. А зло что такое? Это когда ты не можешь это обидел меня, он восторжествовал надо мною. Восторжествовал это еще хуже. Восторжествовал это когда тебя обвиняют в чем-то, в чем-то особо не сильно виноват, допустим, и потом еще ставят на колени, допустим, подают на тебя в суд, выигрывают этот суд и сажают тебя в тюрьму. А ты как бы особо не виноват. Ну просто потому, что эти люди допустим обладают силой, властью, они взяли тебя и посадили. Потому что им так захотелось просто. Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Помните Васне Крыло сказал волк и съел ягненка. Вот. Это следующий этап. Видите следующий этап? Я изучал психологию воспитания детей и узнал такую интересную информацию, что когда женщина бьет своего сына, жестоко бьет своего сына, который неправ, то такой ребенок потом вырастает садистом и он убивает, жестоко убивает людей. Представляете? Просто потому, что женщина бьет своего сына. Каз женщина не должна бить своих детей. Потому что женщина является олицетворением любви. Она должна наказывать. Если нужно наказываться силой, то мальчиком можно наказывать силой, а девочку вообще даже нельзя. Потому что даже маленькая девочка олицетворяет любовь. И с ней поэтому надо решать вопросы без силы, без применения силы. То есть можно в угол поставить, можно лишить свободы, не пустить на улицу. можно просто не разговаривать с ней, но бить девочку нельзя. нельзя.